Так как вы знаете, что наш театр был приглашен для участия на фестивале Туганлык, фестивале театров, они обратились к нам с письмом о помощи, чтобы организовать пассивную помощь для выезда. Но вы также знаете о том, что театр сегодня находится в примарии города Чедерлунга, а не в управлении культуры. Мы совместными усилиями помогли театру, мы выделили транспорт, примария выделила солярку для поездки. Общими усилиями театр поехал в Уфу. 10 сентября они участвовали на фестивале и показывали свой спектакль. Перед их выступлением я тоже побывал по приглашению Тюрксоя на 30-м постановном совете министров культуры стран, членов Тюрксоя. И мы там тоже принимали определенные договора. И я встречался с руководителями, с министрами культуры тюркских стран. И говорили мы с министром, исполняющим обязанности министра Башкатарстана по поводу нашего театра. Вели переговоры по поводу гастролей. Если будет такая возможность, они отозвались очень хорошо. И сказали всяческими усилиями, они помогут в этом вопросе. Но проблема в чем? После приезда театра с Уфы я встретился с Константином Михаилом, руководителем театра. И они были там в течение этих 10 дней. Они видели много театра, выступлений и так далее. И уровень. Значит, наш театр, конечно, занял там первое место. Как актеры, актерское мастерство они показали очень хорошо. Но материально-техническая база, нулевая, уже страны, не только страны тюркоязычного мира, а вообще в других государствах идут современные технологии показа спектаклей. Значит, и мы в этом отношении очень сильно отстаем. Почему? Потому что, вы знаете, финансовая ситуация у нас очень сложная. В Гагаузии. И финансировать в полном объеме коллектив очень сложно. Но, тем не менее, мы руки не опускаем. Я думаю, что на будущий год мы все-таки театр вернем обратно в управление культуры. Мы говорили о создании Гагауз-концерта. И мы обязательно, я думаю, что мы этот Гагауз-концерт создадим. Создадим. Почему? Вот этим давлением, которое идет, скажем, может оно и не давление, а, скажем, вот это негативная информация, которую люди не знают и получают. Это вот, там, Гагауз-концерт, разваливаем культуру и так далее, и так далее. Все это ерунда. Почему? Потому что мы должны основываться на букве закона. А закон гласит о том, что коллектив должен иметь свой паспорт, все свои определенные документы, пакет документов. И заработная плата, она должна быть законной. А не так, как у нас до сих пор 20 лет коллективы, мы все висим в воздухе. И наши коллективы, они, в принципе, получаются как самодеятельные коллективы, которые подтверждают званые образцовы и все. А там финансируется по закону только руководитель и некоторых коллективов, скажем, ну, по две единицы. Там аккомпаниатор, может быть, концертмейстер и так далее. Поэтому, чтобы финансировать в полном объеме коллективы, мы должны создать какую-то базу государственную. Я как-то на прямом эфире в Камраде выступал и говорил, мне не важно, как оно будет называться. КГУС-концерт, Камрад-концерт, Чадыр-концерт. Важна суть, важна суть. Чтобы было это на законной основе, чтобы была нормальная зарплата. КГУС-концерт, определяется, значит, сделали все расчеты, скажем так, по образцу, можно даже сказать, по Молдове, по Кишиневу. Какая заработная плата, финансисты это все вычисляют законно. Есть нормативы, по нормативам. И хочу сказать, что по нормативам получается в среднем 2000 лей заработная плата одного работника. А у руководителей там получается в пределах 2500 лей. То есть, что это в КГУС-концерт? Ну, это уже должны делать вывод сами артисты. Значит, я сразу говорю о том, что насильно, как говорят, насильно мил не будешь. Никого заставлять мы не будем. Будем ориентироваться больше на молодежь. И то, что сегодня говорят о том, что вот КГУС-концерта не будет, и это развал культуры и так далее, абсолютно нет. Мы, наоборот, преследуем одну цель, для того, чтобы привлечь наши молодые кадры. И КГУС-концерт – это на перспективу. Никто не говорит о том, что с 1 января образуется КГУС-концерт, и завтра мы все будем, 100 человек, и танцевать, петь, и играть, и так далее, и так далее. И у нас все будет великолепно. Абсолютно нет. Первое, то, что я так думаю, значит, КГУС-концерт должен работать на перспективу. И наши дети, которые вот сегодня учатся в Кишиневе, учатся в Тирасполь, а вот в этом году 5 человек поступили в музыкальный колледж в Тирасполь. И эти дети должны знать, что есть у нас в КГУС-концерт, есть после окончания, куда вернуться. Сегодня в КГУС-концерте будет работать 10 человек, завтра будет работать 20, а через 10 лет будет 120 человек работать. Именно на перспективу надо такие вещи делать. А на задаче, что КГУС-концерт или какие-то приоритетные направления? Это первое. Второе, естественно, вы знаете, 2000 лей зарплата, она небольшая зарплата. Но, к сожалению, сегодня также финансируются все профессиональные коллективы и Кишинева. Это нам известно. Я общался с руководителями коллективов, в частности, с Бадгросом, руководителем Лаутар, с Мугурел, руководителем Даска, значит, с фольклора, с флорешом, с этими руководителями. Заработная плата ориентирована, у них такая же заработная плата в пределах 2000 лей. Но каждый коллектив старается выжить по мере своих возможностей. Значит, для того, чтобы больше зарабатывать, может, я неправильно выразился, выжить, но сегодня такая ситуация. Ну, у нас бедное государство. Если у нас в Кишиневе, имея такой потенциал, и там профессиональные музыканты, скажем, уезжают в другие страны зарабатывать, и у нас, тем более, Гагаузи маленькая, и музыкантов можно посчитать на пальцах. Поэтому я говорю о том, что второй этап Гагауза-концерта, что преследует, это творческая деятельность не только в Гагаузи или в Республике Молдова, а за пределами. За пределами и возможность зарабатывать. И есть очень много технологий. Нужен хороший менеджер, человек, который будет делать площадки для коллектива, и эти коллективы смогут выезжать. Вот как лаутары. Они три месяца работают здесь, в Молдове, три месяца работают в Румынии. У них есть контракты, договора, и вот эти три месяца. Они приезжают потом три месяца здесь, три месяца там, и вот они работают. По договору, и вот это их, скажем, и держит на плаву. Даже в рамках Молдовы, но есть и такие варианты. Скажем, очень просто. Наши соотечественники, многие выезжают в Турцию отдыхать. Есть очень много, вы знаете, в Турции очень много отелей. И с мая месяца по 1 июня, скажем, вот эти 4-5 месяцев, можно сделать контракты. Это все можно сделать. Но нужен человек. И с нашей стороны, и со стороны Башкана, мы приложим все усилия для того, чтобы это можно было сделать, организовать на правительственном уровне. Но для того, чтобы выступать, и я был в Турции, я был в этих отелях, мы из Двизовой ездили, когда с гастролями в Турцию. Есть другие варианты. Я просто сейчас не могу говорить на профессиональном языке. Почему? Потому что я не специалист в этой области. Но я думаю, что, поэтому я и говорю о том, что нужен хороший менеджер, который знает, как делать эти площадки, как заключать эти договора. Это будет, конечно, сложно для начала. Но если этот механизм запустить, я думаю, что она заработает. Если люди хотят заработать, они заработают. Я больше всего склонен к тому, чтобы работала молодежь, которая заканчивает училища, университет или колледжи музыкальные. И эти ребята, они еще могут лет 5-10 ездить. Пока семьи нету и так далее, есть много аспектов, которые больше подходят. Ваше управление не проводило такой анализ? Сколько сегодня есть выпускников гагаузов в музыкальных школе, в школе, в школе, в колледже, в училище? Конкретные цифры я сейчас не могу сказать. Мы, конечно, анализ не проводили. Но я по своему опыту, к сожалению, я еще только начал работать в управлении культурой. Но по моему опыту хочу сказать, что очень мало детей поступают уже такие в ВОЗы. К сожалению, дети идут в музыкальную школу для общего развития в основном. И основная причина, почему дети не идут именно по этой специальности, это, конечно, заработная плата. Но хочу сказать, что за последние 2-3 года заработная плата в музыкальных школах, она поднялась. И мы уже даже ведем переговоры с Министерством культуры. И в прошлом году, и в этом году мы, допустим, пишем официальное письмо в Министерство культуры, чтобы они могли дать разрешение, чтобы преподаватели работали до двух ставок. По времени, значит, у нас в музыкальных школах, я имею в виду, в частности, в Чедороге, у нас шестидневка, потому что много детей из сел приезжает. И те филиалы, которые были в селах, они закрылись. Еще раз повторяю, что к большому сожалению не идут по этим специальностям только из-за зарплаты. Но я думаю, что этот переломный момент, он пройдет. Будет приниматься бюджет, насколько вы будете участвовать в том, чтобы увеличили бюджет, или по какой системе он будет в этом году распределяться на путь? Значит, я вопрос понял. Но вы знаете, что у нас, когда бюджет сокращают, потом его вернуть обратно очень сложно. И вы знаете, и засуха влияет, и так далее. Мы в этом году живем за прошлый год, а на следующий год придется нам за этот год жить. А в этом году, вы знаете, какая засуха, и так далее. Это тоже очень сильно повлияет на бюджет. Это я прекрасно понимаю, и люди тоже это понимают. Но даже вот этот скудный бюджет, который дают на культуру, оно, к сожалению, нецеленаправленно работает, особенно в примариях. Я вот сейчас применил такой метод, который я, будучи начальником отдела культуры Четверонского района, я всегда собирал своих директоров, работников. Значит, один-два раза в год, или один раз, вернее, в два года мы выезжали по району, по селам. Все директоры домовой культуры мы встречались с примаром и вели диалог и дискуссию по поводу и бюджета, и работы, и оснащения, и так далее, по всем вопросам. И когда директора все задают вопрос примару, имеют право на это, и ведут вот такую дискуссию, это имеет очень положительный момент. В этом году я вот это предпринял по Гагаузии. Значит, мы были в Чушмакеи, и директора задают вопрос, значит, примару, какой бюджет у вас на культуру был в этом году? Ну, он сказал, значит, где-то в пределах 100-120 тысяч лей на культуру было выделено. А сколько численность населения у вас? Говорит, 5 с лишним тысяч. Мои директора сразу посчитали, сказали, а у вас должно было быть 280 тысяч. Ну, ладно, там бюджет вам не дадали, там 30 тысяч, может, 50 тысяч, но остальные 120-130 тысяч. Куда эти деньги делись? Примаром не знает, что ответить, он начинает уже, говорит, а у нас есть садики, а у нас есть школы. А почему вы берете скульптуры и перенаправляете то в садики? И что самое интересное, что примар ни за что не отвечает. Говорит, извините, у меня совет принял. И на совет что? Ни президент не сможет повлиять, ни башкан, и никто. Совет принял, примар поднял руки, сказал, это совет принял мы, и так далее. А чтобы вот этот бардак закончился, я об этом говорил и башкану, и сегодня говорю, значит, повторяюсь. Самое хорошее, что говорят, хорошее новое, это хорошо забота старая. Мы работали в советской системе, мы видели эту систему, мы 20 лет как лодка, качаемся туда-сюда, и у нас ничего конкретного нету, а культура все падает, падает и падает. И 20 лет, вы знаете, сейчас, чтобы опять вернуться на какой-то должный уровень, это будет очень сложно. И это не сделается за 1-2 года. Вы понимаете, что для того, чтобы воспитать одного музыканта, нужно минимум 15 лет, чтобы он был профессиональным. Вот представьте себе, он говорит, вот мы культура, и завтра у нас будет хорошо. Не будет завтра хорошо. И послезавтра не будет. Это я почему-то сказал, что нужно работать на перспективу. Сегодня я руководитель, завтра будет другой. Но он должен продолжать именно в этом направлении, на перспективу. И дома культуры надо собрать, а не разъединять. И я считаю, что если будет централизовано, вот у нас было в 2003 году централизовано, все директора получали заработную плату в отделе культуры. Когда это было аккумулировано здесь, и я собирал директоров, вот эти деньги, как мы их будем распределять. И каждый знал свою копейку. И каждый мог распоряжаться своими деньгами, как он хочет. Спецчет тоже должен директор дома культуры распоряжаться, а не примар. Примар должен вести контролирующий образ. Куда он тратит, зачем тратит, почему. Ходит на работу, не ходит на работу и так далее. Если не централизовано, по крайней мере, тогда можно сделать единый культурный центр, как было это в Чадар-Лунге. Единый культурный центр. У них есть свой бухгалтер, свой кассир. И они зарабатывают и плюс распоряжаются своими деньгами. И когда этот человек знает, что из бюджета ему выделено 280 тысяч, он знает, что ему на зарплату идет, скажем, 150 тысяч, он еще плюс со спецсчета деньги, он может со спецсчета 50% платить людям еще как премию, а 50% пустить еще на развитие. Я даже простой пример приведу. Вот мы сейчас находимся в здании отдела культуры Чадар-Лунгского района. Вы прекрасно видели, сейчас, когда зашли в здание, вы увидели новые окна, новые двери. Музыкальная школа, художественная школа, Дом детского творчества в этом здании все практически на 80% оснащены оргтехникой. У всех есть компьютера, ноутбуки и так далее, и так далее. Аппаратуры, они, Дом детского творчества, они были переданы год назад, они за течение года уже дали около 20 концертов по Центрунскому району. И это результат, когда дети сами делают игрушки и ездят в дом инвалидов, и детям дарят эти игрушки. Вы знаете, как это приятно? И когда идут, дают концерт в доме престарелых, едут в садик, идут в садик, как дают концерты, в школах детям дают концерты, мероприятия. А до сих пор был застой. Мы, когда оно было в образовании, к сожалению, я хочу сказать, в этом здании они находились, но не в отделе культуры. 1 июня, День защиты детей, одно мероприятие, и несколько мероприятий скажут, Новый год в этом здании для своих детей. И хочу сказать, что Дом детского творчества, он так и называется, Дом детского творчества, оно ближе к культуре. И эти дети, они должны заниматься творчеством. Поэтому в этом здании и музыкальная школа, и художественная школа, и Дом детского творчества, они все вместе. И дети могут принимать участие что в художественной школе, что в музыкальной школе, и наоборот, что в Доме детского творчества. Детей надо собирать, чтобы дети видели друг друга, чтобы они выезжали с концертами. Я специально купил электронный фортепиано, который работает от сети, его можно поднять, загрузить в автобус, поехать, и дети могут спокойно давать концерты и на скрипке, и на аккордеоне. Пианисты могут играть, аккомпанировать детям. Поэтому сказать, что мы стоим на месте, нет, мы стараемся идти в ногу со временем. Но как это нам удается, ну, сложно, но что-то и удается. Я не думаю, что у нас все плохо, и вот мы пропадаем. Я бы хотел сказать несколько слов о поездке в Уфу. Значит, я хочу сказать, что организационный уровень был на высочайшем уровне. С выхода с трапа самолета и обратно сесть в самолет, все было на высочайшем уровне. Организационные вопросы, все по времени, выступления, встречи, концертная деятельность, культурная деятельность, встреча коллективов, все по времени, все было организовано очень четко. И, вы знаете, я хочу сказать, что нам есть чему поучиться. Очень многому. И у меня раньше были одни впечатления, скажем, от Тюрксоя, потому что я про Тюрксоя знал очень поверхностно, что наши коллективы по линии Тюрксоя ездят в Турцию, ездят в Белоруссию, ездили там другие страны по линии Тюрксоя и все. Информация как таковой. И знаю, что они занимаются творческой деятельностью, помогают культуре. но у меня сложились совсем другие впечатления в лучшую сторону. Я хочу сказать, что Тюрксоя это мощнейшая организация и она политикой не занимается. Если занимается политикой, но политикой развития культуры и языка. И они очень много над этим работают и делают. помогают именно профессиональным коллективам, профессиональным артистам для того, чтобы в тюркском мире нас знали и видели культуру всего тюркского мира. И хочу сказать, когда сейчас организовал Тюрксоя встречу с ЮНЕСКО в Астане, тоже была организация очень довольно-таки хорошем уровне. И вы знаете, ЮНЕСКО принимает решение для того, чтобы сохранять памятники материальной и нематериальной культурной ценности. И были тоже наши выступления, где очень высоко оценили выступления нашей делегации с образования. Было Балово, вероятно, что у них отдельная секция была. Был зам Башкана Стоянов Николай Макарыч, он представлял Гагаузию его выступление. У нас была другая секция, я подготовил выступление по культуре. И я хочу сказать, что председатель и Турксоя, и ЮНЕСКО, они отметили Гагаузию довольно-таки очень с высокой стороны. я говорил о том, что в Уфе, когда я встречался с министрами культуры тюркских стран, довольно-таки очень пристальное внимание оказывали Гагаузии. мы как бы Гагаузия раньше участвовала на таких заседаниях, скажем, как смотрители со стороны были, сегодня мы уже выступаем, скажем, на равных правах. Я могу показать, вот у нас договор, мы заключили, вот здесь есть подписи всех министров культуры. в том числе и Гагаузии. Значит, я, вот, декларация о постановлении Совета министров культуры стран международной организации Тюрксой. Тюрксой, и смотрю, вот и ЮНЕСКО, вот мы были в Астане, и все делают для того, чтобы культура тюркского мира выглядела на достойном уровне. И скажу, что в этом направлении работают очень слаженно и, скажем, ритмично. И я думаю, что это принесет большую пользу для развития культуры тюрксой различных стран, в том числе и Гагаузии. Тюрксой